Здравствуйте, дорогие мои телезрители и, конечно, мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Сегодня речь идёт о луке и чесноке. Подзимняя посадка. Ну, скептиков всегда хватает, да? Некоторые не садят вообще подзиму чеснок, некоторые и лук не садят, и морковку не сеют. Но я всё-таки придерживаюсь такого мнения, что нам продукция зелёная, вкусная, нужна как можно раньше. Поэтому подзимняя посадка, она всегда хороша. Когда я вижу весной моих дорогих соседей, ждущих, когда наконец-то подсохнет почва, и они смогут заняться земледелием, то у меня уже всё взошло. И мне не надо утопать в грязи. Я это не очень люблю сказать по совести, стараюсь осенью сделать по сухой погоде. Не всегда удаётся, но чаще всего да. Значит, у меня в руках луки, которые очень хороши подзиму. Это Шекспир, это Форум, Радар и Трой. Луки все вырастут очень хорошие. Главная задача, чтобы они укоренились, ещё раз повторяю, три недели. Вот четыре даже уже нет, это роскошь. За три недели до наступления низких положительных температур нужно высадить луковичку. Сейчас у нас уже середина сентября, мои дорогие. Это чеснок. Сорта, которые предназначены для выращивания в Сибири, они должны выглядеть не белого цвета. Видите, они сереневато-коричневатые. Чеснок очень мощный, очень хороший. Сорт называется комсомолец. Вот у него здесь довесок, два зубка. Они видите, какого цвета, да? Не белые. Для Сибири белые сорта не рекомендованы. Они почему-то у нас не очень рождаются. Чеснок разобрать на зубчики, это обязательно. Полчаса карбофос, полчаса максим. И лук также. Подзимняя эта посадка, летняя эта посадка. Разницы-то нету. Нам надо избавиться от проблем, которые могут возникнуть, когда чеснок весной или лук начнет расти. И еще, если вы обладатель ярового чеснока, и у вас уже собраны семена, пожалуйста, посадите. Ну, можно в эти сроки, можно на недельку позже. Посадите яровой чеснок также под зиму. И я вас умоляю, результат будет просто великолепный. У ярового чеснока одна проблема. В Сибири времени не хватает для того, чтобы у него было время вырасти. Вы помните его, как проращивали в полотенцах, да? В подвалах. А вот, чтобы избавиться от этой ненужной работы, попробуйте посадить, ну, хотя бы самые мелкие. Там же очень много фракций. Хотя бы мелкие самые посадите, но в хороший день. Осенью яровой чеснок, услышьте меня. Я надеюсь, что зола и полное комплексное овощное удобрение под перекопку за две недели до посадки, чтобы и почва подсела, и чтобы все это начало работать. Золы как можно больше. Есть пол ведра на квадратный метр, значит пол ведра. Есть ведро, значит ведро. Используйте, пожалуйста, мои советы на благо себе. И на благо вашему урожаю. И вы всегда будете в шоколаде, то есть все в овощах, извините. Всего доброго вам и до свидания.